Десерт летом, мороженое, тем более у нас сезон клубники, поэтому здесь я приготовила свежую клубнику. Первую клубнику, конечно же, мы едим целиком в ягоду, да, ну, когда ее много, приедается, уже что-то хочется поразнообразнее. Я предлагаю приготовить мороженое, при том, что оно будет очень, также, максимально полезное. Для этого все рецептуры я оставлю сегодня под эфиром, я надеюсь, что он сохранится, и в посте я выставлю все рецепты. Итак, нам понадобится клубника, свежие ягоды, банан небольшой, я просто все таким образом ломаю, бросаю. Дальше ряженка, вот такая у меня в стаканчик ряженки. Заливаю. Сухое молоко, я уже все отвесила в соответствии с рецептом. И белый шоколад, сейчас я его немножечко подтоплю. У меня микроволновая печь. Сейчас немножечко подогреем для того, чтобы все ингредиенты равномерно смешались. За что я вообще люблю нутри буллет и вообще технику. Самый основной момент, почему я выбрала, то что все очень просто, максимально просто и быстро. И получаешь вкусный и качественный результат. То есть я, не нужно ничего отдельно смешивать. Все в одну чашу. Растопила белый шоколад. Здесь шоколада всего лишь, вот на такой стакан, всего лишь 25 граммов. Все, сейчас я ополосну ножи, так как у нас уже готовился здесь соус. За что мне еще нравится, то есть если мы чашу, например, можем стаканы мыть в посудомоечной машине, то ножи мы просто споласкиваем, они очень хорошо очищаются. Все готово. Характерный звук, да, слышите эти присоски. То есть мне достаточно все смешать в одной чаше и повернуть. Я вижу, что у меня там сухое молоко, немножечко шоколад по стеночкам остался. Я вот так вот могу встряхнуть. Смотрите, какая красота. Здорово, правда? Сейчас еще. Я не знаю, как это происходит, чисто с технологической точки зрения, но блендер не только пробивает ягоды, в том числе и косточки. Если мы говорим, например, о гранате, то есть гранатовый сок, можно прям с косточками сюда в стакан добавлять, пробивается, все очень даже классно. Мы получаем необыкновенную структуру. Вот если вы видите, там пузырьки. То есть блендер не только пробивает, но еще подвзбивает. Невероятно воздушная консистенция. То есть это не просто блендер, который ножами пробивает. Он еще и насыщает пузырьками воздуха. У меня совершенно обычная здесь форма для мороженого. Можно взять силиконовую форму. У меня она уже просто занята. Сейчас я вам покажу результат. Мне кажется, летом в морозилке всегда нужно иметь такое мороженое. С детьми готовить одно удовольствие. Во-первых, дети лучше едят то, что приготовили сами. Это элемент игры. Ну и также вы проводите вместе время плодотворно, качественно. Мне кажется, это отличный повод. Интересно провести время. Смузи. Смузи, например, дети, которые не едят. Отдельно просто какие-то ягоды, овощи, возможно. То в смузи идет все. Мороженое получается в меру сладкое, полезное, насыщенно. И клетчаткой, и витаминами. Здесь у нас и белок, и кальций. И отправляем в заморозку. Конечно же, всегда хочется... Нет терпения, чтобы дождаться, пока оно полностью застынет. Но поэтому, ну хотя бы часа четыре нужно подождать. Это, наверное, самое сложное в приготовлении этого рецепта. Подождать, пока оно застынет. Все, это я отправлю обязательно в морозилку. А сейчас вам покажу результат. Который я залила вот накануне. Некоторые у меня товарищи уже стащили одно мороженое. То есть можно приобрести такую силиконовую форму в виде эскимо. Сюда вставить палочку для эскимо. И не отличить от покупного мороженого. Можно пойти еще дальше. Растопить темный шоколад и окунуть это в шоколадную глазурь. По-моему, будет еще лучше. Но это уже зависит от ваших предпочтений.